Добрый день, уважаемые слушатели, надо приветствовать вас на массовом онлайн-курсе по региональной геологии и геотехнологии. В предыдущем занятии мы с вами рассмотрели основные этапы Земли в процессе эволюции. Сегодня остановимся детально на строении фундамента и древних платформ. Древними платформами называют те платформы, в основании которых находится декибридский фундамент. В строении фундамента древних платформ выделяется гранит, зеленокаменные области, зеленокаменные пояса, домитосадочные породы, портиты, конгломераты, граубаки, гранитистые породы, средние и кислые и вкусивые, пирогластика. Обломочные породы, в основании которых находятся гранитные ботолиты, гранитные ботолиты. Второе – это гранулитогнейсовые пояса. Главным образом состоят из глубоко метаморфизированных гнейсов, гранулитовая фаса, глубинных уровней активных континентальных окраин. Грубо говоря, так выглядит фундамент древних платформ. Такие структуры мы сможем наблюдать, если окажемся на щите. Масштаб этих структур – первые сотни километров. В настоящий момент ведущую роль в тектонике плит занимают литосферные плиты. Характерный поперечник литосферных плит – порядка тысячи десятки тысяч километров. Земля остывает, на сегодняшний день она холоднее, чем была 3 миллиарда лет назад. Это влечет за собой снижение ее активности, а соответственно увеличение размеров плит. Мелкие плиты, существовавшие в тот период, сохранились в структуре современных крупных плит. В структуре фундамента древних платформ выделяются граниты зеленокаменной, пласти фиолетовым цветом выделены здесь, в среде которых выделяются зеленокаменные пояса красным цветом, разделяющие островки гранитной коры и гранитной батальтой. По сути, это и есть та самая протокора, то есть древняя кора, представляющая собой вторично переплавленные серые гнейсы, образовавшие 3,5-4 миллиарда лет тому назад. Гранитные батальты были, грубо говоря, вслеплены в единый гранит зеленокаменной области и разделены в их структуре зеленокаменными поясами. Затем гранит зеленокаменной области, как уже более масштабные структуры, сталкивались друг с другом посредством гранулитогнесовых поясов. Гранулит породы высокой степени метаморфизма. Этот метаморфизм происходил как раз во время столкновения границ зеленокаменных областей. Таким образом, при остывании Земли плиты становились крупнее. Когда объем континентальной коры на Земле стал примерно таким, как сейчас, тектоника ритосферных плит стала похожа на сегодняшнюю. Если объединить то, что представлено в рисунке 4.7, получим эукратон. Кратон – это стабильная древняя область континентальной земной коры. Из кратона состоит современный платформ. Эукратон – самый древний и самый маленький кратон – ротократон. Состав зеленокаменных поясов напоминает стриение затуговых бассейнов. Предполагается, что при формировании зеленокаменных поясов тектоника плит могла существовать примерно в том виде, в котором мы наблюдаем ее сейчас. Вот один из предполагаемых моделей формирования зеленокаменных и гранулитогнейсовых поясов. При процессе протоколизии образовались гранулитогнейсовые пояса. В результате на современном резионном срезе можно наблюдать структуру фундамента современных древних платформ. Зеленокаменные пояса, прорывающие их на заключительных стадиях формирования этих структур гранита и гранулитогнейсовые пояса, разделяющие гранит зеленокаменной области. Суперконтиненты. В эволюции Земли все континентальные массы периодически собираются в единую континентальную массу, называемую суперконтинентом. Последний суперконтинент Пангея образовалось примерно 300 миллионов лет назад, воспалось примерно 200 миллионов лет назад. В то время все островки континентальной коры были собраны практически в одном континенте. Перед Пангеей примерно 1 миллиард лет назад существовал суперконтинент Родиния. 1,8 миллиардов лет назад существовал суперконтинент Нуна. Ну не предшествовав Кенорленд, Монагея-Пангея, 2,5 миллиарда лет назад. Самым первым достоверно установленным континентом был Ур, примерно 3 миллиона лет назад. Есть предпосылки, что перед ним был самый древний суперконтинент, суперкратов, не суперконтинент, волей-мел, единиц альфосферы, Вальбара, 3,6 миллиарда лет назад. Можно сделать дело в том, что суперконтиненты образуются периодически, с периодом 600-700 миллионов лет. Вопрос, что заставляет всю земную кору каждые 600-700 миллионов лет объединяться в один суперконтинент, все еще тревожит умы великих ученых. Рисунки 4 и 9 представлены на данном слайде справа. Цветом показано распределение континентальной коры по возрасту. Розовым обозначена кора, образовавшаяся до 2,5 миллиарда лет назад. 2,5 и 1,6 миллиарда лет назад фиолетовым, то есть это 30%, да, меньше 30% континентальной коры было сформировано за последние 1,5 миллиарда лет. Процесс формирования континентальной коры застухает с остыванием земли. На рисунке 4 и 10 представлена восточноевропейская платформа, на которой расположен восточноевропейский кратер. Он состоит из трех крупных частей – Фенаскандия, Волку, Брали и Сарматия. В свою очередь эти крупные части также состоят из ЭО-Кратена. То же самое можно говорить и у других континентов. Например, Северная Америка, да, которая состоит тоже из нескольких частей. Тоже видим здесь древнюю платформу Платократена и ЭО-Кратена. Фундамент Североамериканской платформы в Абренте состоит из кратенов и разделяющих их складчатых поясов. Основные этапы – это хаотичный ЭОН 4,5 миллиарда лет назад. История Земли начиналась 4,567 миллиарда лет назад. Откреция и разогрев образования Луны. Второе – это Кангадий, Архея 4,5. 4 миллиарда лет назад уже существовало воды, землю покрывал океан. Началось выплавление гранита, метеоритные бомбардировки, литтектоника, ассоциации. 3 миллиарда лет назад началась тектоника литосферных плит. Малых к этому времени была выплавлена примерно 70% континентальной коры, существующей сейчас. 4,9 миллиарда лет назад тектоника плит. На этом лекция на тему строения фундамента древних платформ закончена. На следующем занятии мы с вами рассмотрим строение фундамента молодых платформ. Спасибо за внимание. До свидания. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok